Проект Литрес-Чтец. Юрий и Александр Тараревы. Последний вздох 7. Без возврата. Читает Александр Иванов. Глава 1. Император не мог свыкнуться с новой хлопотной должностью. Не раз вспомнил добрым словом отца и не раз посыпал голову пеплом из-за того, что заставил Чикиджу покинуть трон. Теперь он понял отца. Понял, почему он готовил Чикиджу на трон. Внук подходил к этой должности по всем статьям. Обладал необходимыми знаниями, был усидчив, вдумчив, рассудителен. Теперь уже не думал, что Чикиджа был так уж не прав. Император и не должен быть тороплив в решениях, которые касаются всей империи и всех входящих в нее цивилизаций. Теперь он думал, как вернуть Чикиджу и усадить обратно на трон. Дело непростое, возможно, бесперспективное. Особенно сейчас, когда он вкусил свободы и азарта космических битв. Вряд ли захочет спокойной жизни на троне. Трон очень тяготил Андрея, он жаждал свободы. Но винить некого в золотую клетку посадил себя сам. Сам создал себе проблему. Теперь приходится ее разруливать и руководить империей. Главный вопрос – безопасность. Северов ушел в рейд и не вернулся. Теперь его флот входит в объединенный флот Межгалактического Союза, который готовится к отражению атаки на планетарную систему Дакус. Лон настояла на своем, не послушалась и улетела с миротворческой миссией к Верховной. Чем это кончится, неизвестно. Однако, зная Верховную, Андрей с уверенностью предполагал – ничем хорошим. Недавно от Лон пришла информация о том, что в звездной системе АРОА образовалась аномалия. Информацию подтвердил СВЭЛ. «Я послал для охраны Лон эскадру. Та, выйдя за ее крейсером в системе АРОА, обнаружила кошмар. Черную дыру, пожирающую все подряд и увеличивающуюся в размерах. О самой системе можно забыть. Она будет уничтожена». «Думаешь, образовалась от применения оружия последний вздох?» «Похоже на то». «Как такое может быть? Нас же там не было». «Вот и я гадаю, но ответа пока нет». «Модули разведки сообщают, что аномалия растет и набирает силу. Размеры дыры соответствуют звездной системе. И начинает подтягивать близлежащие звездные системы». «Информация тревожная». «Более чем». «Где сейчас Лон?» Эскадра сопроводила Лон в звездную систему Ченнис. Там оказался весь флот измененных. Эскадра воспользовалась транспондерами и задержалась на некоторое время. Потом, сославшись на задание Верховной, вернулась. Вариантов Андрюша не было, могли остаться там навсегда в качестве пленников или хуже того. Ну, понимаешь. Лон у Верховной, она ее нашла, но как там развиваются события, я не знаю». «Есть в этом деле один плюс. Мы знаем, откуда будет удар измененных». «Верно. Тебе вряд ли стоит опасаться нападения, а мы готовимся». «Посмотрим, как будут развиваться события». «Скоро все станет ясно». «Как там Чикиджа?» «Он молодец. Знаешь, нашел себя. Отличный командующий». «Да. А я, знаешь, никудышный император». «Зря, Андрюша, занимаешься самобичеванием. Как вникнешь, все наладится». «Не наладится. Не мое это место». «Твое, Андрюша, твое. Как бы посмотрел отец. Сейчас трудный период для цивилизации, а ты начинаешь ныть». «Извини, действительно. Что это я?» «Другое дело. Руководи. Будут новости?» «Сообщу». Осадок от разговора остался неприятный. Решил связаться с Чикиджей. Тот сразу ответил. «Привет, отец. Ты по делу или как?» «Или как». Мать долетела до Верховной. Ее флот базируется в звездной системе Ченис. «Мы уже в курсе». «Хорошо. Что с матерью? Не знаю». «Не волнуйся за нее. Она знает, что делать. Лучше займись обороной лагуны. Верховная знакома с тобой и может напасть, взять, так сказать, реванш за прошлый проигрыш. Сил у нее достаточно, чего не скажешь и тебе. Минные поля, что ли, поставь». «Спасибо за совет. Будут новости?» «Сообщи». Договорились. «Ну все, пока. Дел много». «Все заняты. У всех дела. Только я один. Не при делах оказался». Раздражение требовало выхода, и он отправился инспектировать системы обороны. Начал с дальних подступов. Боевые станции и платформы. Перед ними стоило поставить управляемые минные поля. Облако мин дрейфует в пространстве и никого не трогает. Может даже столкнуться с астероидом или метеоритом и ничего. А вот если дистанционно подорвать, фейерверк получится хороший и смертоносный. Патрульные эскадры несли службу в отведенных секторах, встречая Андрея бойкими докладами. В целом орбитальная оборона организована неплохо. Единственное слабое место – мало кораблей. Все зависит от того, каким количеством измененные будут атаковать систему. Лучше бы не атаковали. В прошлый раз мы еле выстояли. И то благодаря случайности. Потеряли флот вместе с командующим Циньши. Положим, нападут. Какое-то время продержусь. Только смотря, какими силами. Если будут превосходить в несколько раз, то вариантов нет. Придется применять установки «последний вздох». Последствия могут быть катастрофическими, но с этим уже ничего не поделаешь. Пока образовалась одна черная дыра, а если их образуется много, что будет? Нужно подумать об этих установках. Вопросы, вопросы, вопросы и ни одного ответа. На любой вопрос ответа ждут от него, потому что он истинно в последней инстанции и должен знать все. Должность императора обязывала. Из состояния размышления вывел вызов с терминала связи. Оператор доложил, что его спрашивают. Он ответил. «Император, я вижу, вы проводите инспекцию планетарной обороны. Прошу обратить внимание на орбитальные платформы и сцепки платформ с космическими станциями. Это очень мощные боевые единицы. Жаль, что их маловато». «Лея, ты? Рад тебя слышать!» «Император, прошу простить», докладывает командующий остатком флота и аналитик Лея Северова. «Обращаюсь к вам исключительно по делу. Прошлое давайте оставим в прошлом. Впереди нас ждет непростой бой с превосходящими силами». «Я понял, командующая». Перешел он на деловой тон. Она имела право на обиду. Он ее бросил и развелся ради Лон. «Думаешь, нападут?» «Не я так думаю, император. Анализ ситуации подсказывает. Битва в звездной системе волны закончилась ничем. Флоты разошлись. Один бой провел отец, и удар нанесли тернаки. Все, после этого образовалась аномалия, и флоты бежали из системы. Теперь есть данные, что измененные в системе Ченис. Расчеты показывают, им напасть на нашу звездную систему гораздо проще, чем на планетарную систему Дакус». «Ты все верно просчитала. Есть одно но. Мне пришлось биться с Верховной, она же Сьюис. Я победил, взяв ее и многих других в плен». Длительное время общался и сканировал сознание. Вывод такой. Сьюис уязвлена атакой на звездную систему волны. Жаждет реванша и атакует планету Дакус. «Допустим». Спорить не буду. Что ей помешает отправить часть флотов к нашей звездной системе? Учитывая, что она знает о том, что наш флот вошел в состав союзного, а значит мы ослаблены. Остается только воспользоваться ситуацией. Что ты предлагаешь? Отец уже все сделал, и лучше сделать нельзя. Пожалуй, что так. Думаю, нужно поставить минные поля на направлении вероятного удара. Сейчас пошлю миноносцы. Хорошо, держи меня в курсе дела. Подождал немного, не уходя со связи, и слыша дыхание Леи. Она тоже не отключалась, наконец проговорила. Оперативно буду докладывать обо всем. Что-то еще осталось. Угольки чувств покрылись пеплом измены, но еще тлели. Надо ли ворошить прошлое? Надо ли тревожить то, что с таким трудом удалось преодолеть? Лея не знала. Женская душа и поступки вообще не поддаются логике. Акип Дига унаследовали от людей многое, в том числе и загадочность души. Андрей чувствовал себя по отношению к Леи предателем. В то далекое время был выбор. Жить с женщиной, которой костер чувств уже прогорел, и обманывать ее, притворяясь, что все так же пылковлюблен. Или пойти по другому пути, честно признавшись ей в том, что любит другую женщину. Внешне Лея его поняла и отпустила, но внутренне нет. Не поняла, не отпустила и не простила. Променять ее и на кого? На Джао? На Медузу? Это слишком. Либо Андрей сошел с ума, либо она что-то не понимала. И вот он рядом, она его видела издалека. Вначале боялась общаться, теперь вот служебная необходимость заставила. И поняла, что любовь еще не угасла, несмотря ни на что. Более того, она решила бороться за свою любовь. Только вот какими средствами, пока не решила. Видимо, как всегда делают женщины, всеми доступными методами. В таких делах запрещенных приемов нет. Она согласилась с замечанием, или вернее с предложением императора поставить минные поля. Учитывая, что флотов мало, минные поля будут к месту. Вскоре миноносцы устанавливали облака мин, которые невидимой паутиной опутали звездную систему. В таких объемах тактический прием использовался впервые. Закончив с установкой полей, связалась с Андреем, тот быстро ответил. Слушаю вас, командующая. Я установила минные поля, посылаю карту их расположения. Спасибо. Еще что-нибудь? Прошу направить меня на направление вероятного удара измененных. Кто будет осуществлять оперативное командование здесь? Андрей, ты что забыл? Наш первый сын Илья давно ходит в командующих. Перерос уже эту должность. Ему вполне по силам командования обороны звездной системы. Кстати, у тебя родилась внучка. Ты его поздравил? Андрей впал в некоторый ступор. Переход от служебного общения на обычный и даже семейный его шокировал. Надо отвечать. Отношения с Леей могли наладиться. Стоит попытаться. Не забыл. Просто упустил из вида. Я его поздравлю. Если считаешь, что Илья справится, присылай документы. Назначу. Лея продолжила атаковать Андрея, поняв, что тот растерялся, и она нашла его болевую точку. Понятно. Забыл и не интересовался никем, кроме Чикиджи. Напомню, у нас восемь детей. Шесть мальчиков и две девочки. Все взрослые и у всех семьи. Ладно я. А дети-то при чем? Объясни, почему ты не общаешься с ними? К такой разборке Андрей не готовился. Расставание-то прошло мягко, а оказывается, нет. Прошлое его не отпустит. Зря я вернулся сюда. Теперь придется разбираться со всем. С некоторым сожалению, но без всякого раскаяния думал Андрей. Что отвечать Лее он не знал, ведь она говорила правду. Видя, что загнала Андрея в угол, Лея продолжала атаку, развивая успех. Так уж устроены женщины. Обид не прощают, а мстят за них. Кто все это время ими занимался? Знаешь? Ты кто же еще? Даже этого не знаешь. Внуками занимался твой отец и мой. А почему ты отстранился? Почему ушел в сторону? Потому что думаешь только о себе. Ну ладно, хватит. Не до разборок сейчас. Скоро битва. Даже сейчас боишься взглянуть правде в глаза. Прячешь голову в песок. А ты император. На тебя смотрят. С тебя берут пример. И какой пример ты подаешь подданным? На Лею такое поведение не походило. Видимо, накипело. И ей нужно выплеснуть все на того, кто стал причиной ее страданий. Андрей хотел отключить связь, но передумал. Лея говорила жестко, но надо признать по делу. Все, хватит. Признаю, я виноват. И что скажешь мне теперь делать? Исправлять, Андрюшенька. Исправлять. Решив, что для начала достаточно, перешла на другую тему. Ладно, о личном разговор продолжим позже. Теперь о деле. Главной целью атаки измененных является планета Лагуна. Отец постарался и построил непреодолимую оборону. Но у любой обороны есть предел прочности. Что будем делать, если измененные превысят этот предел и захват планеты станет реальностью? Биться до конца. Я с кем разговариваю? С императором или... Да что ты себе позволяешь? Вышел, наконец, из себя Андрей. Занимайся своим делом. Нет, так не пойдет. Мое дело – защита планеты. А ты относишься к этому делу. Спустя рукава. Продолжала наседать Лея. Минные поля – не решение вопроса. Они только задержат атаку, но не остановят. Нужно другое решение. Нужно вернуть флот Северова. Без него мы не удержим планету. Невозможно. Флот Северова включен в объединенный флот Межгалактического Союза и уже приступил к выполнению боевой задачи. Тогда остается только одно – погибнуть с честью за свою планету. Ее уничтожать измененные не будут. Она им нужна целой, ведь они сделают здесь свою основную базу. «Что ты от меня хочешь?» – устало спросил Андрей. «Чтобы ты проснулся и стал императором, а не сторонним наблюдателем, вернувшимся на некоторое время. И опять она попала в точку. Беседа длилась бы, наверное, еще долго, но ее прервали доклады операторов сканирующих комплексов об открытии порталов по всей звездной системе. Ладно, император, отложим выяснение отношений до лучших времен. Пора повоевать. Ты как, не разучился?» Такой Андрей ее не знал. Видимо, все, что она сказала, он заслужил. Но переживать и анализировать времени нет. Началась атака измененных. Корабли выходили из порталов сотнями, попадали на минные поля, уничтожались, но меньше их не становилось. Внезапно ожила связь. Раздался голос, который услышать он никак не ожидал. «Андрей, флоты измененных намерены атаковать планету лагуна и занять ее». «Ты за этим туда летала? Как же твоя миротворческая миссия?» Пришлось изменить планы. «У нас есть только один выход, чтобы остановить атаку. Сдаться». Вклинилась Лея. Такого подарка судьбы она упустить не могла. И высказалась жестко. Дождался император удара в спину. «Давай сдадимся. А что потом?»